Лёгкой походкой с пакетами наперевес. Эти ребята предпочли проводить каникулы с пользой. Записались в ряды зелёных пионеров. Школьники знают, зачем они это делают. Очень много есть животных, которые вымирают из-за мусора и отходов. Поэтому её важно защищать. Да. Скажи, как может ребёнок защитить природу? Убирать мусор. Очищать водоёмы иногда. Но так отдыхают не все школьники. Какая-то часть подростков бесцельно гуляет на улице. И со свойственным любопытством они поджигают сухую траву, мусор или устраивают пикники. За городом это часто становится причиной лесных пожаров. Дети для начала они разжигают костёр и оставляют без присмотра. И на летний период у нас объявлен особый противопожарный режим, тем более на территории республики. И костры разводить запрещено. То есть за детьми сейчас нужно присматривать. Костры не самая большая проблема. Гораздо страшнее, если ребёнок заиграется и заблудится в лесу. В этом случае и родителям, и детям надо знать несколько правил. Если произойдёт нехороший случай, что ребёнок потеряется, то искать с воздуха, с воздушных объектов его намного легче, если он одет в яркую, жёлтую или красную одежду. Ребёнку не надо терять самообладание. Надо, во-первых, в тишине послушать, с какой стороны звуки доходят от автомобильной дороги. Или же по реке моторные лодки шумят. Вот это определить надо направление и только туда двигаться. Опыт сотрудников специальных служб показывает. Даже взрослые не всегда знают, как вести себя в экстренной ситуации. Стоит ли говорить о подростках, особенно если дело касается купания в водоёмах. Такие забавы могут закончиться трагедией. Здесь свои правила безопасности. Первое – это не посещать водоёмы без сопровождения взрослых. Выбирать для купания только проверенные места, а именно с пологими берегами, без мусора. Мы часто слышим о гибели людей именно на нашем, так называемом, городском диком пляже. Он имеет неровную структуру под водой, сильное течение. Поэтому стоит соблюдать повышенные меры безопасности. Сейчас отследить местонахождение ребёнка стало проще. Помогают умные часы с GPS-трекером и тревожной кнопкой. Но даже ворожив детей гаджетами, взрослым надо помнить – правильные привычки воспитываются только личным примером.